Феминизм 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 Эта ситуация заставляет меня задаться рядом вопросов. Почему в нашей стране вознасилуют всегда виноваты жертвы? Почему считается нормой, когда муж бьет свою жену? Почему мои права как гражданина зависят от моей сексуальности, а мое положение в обществе от моего пола и гендера? Почему, в конце концов, мне не обеспечиваются мои права, хотя я живу в стране, плачу налоги, работаю там, участвую в социальной жизни этой страны? Мой пол и моя жизнь не должны зависеть, не имеет никакого отношения к моему гражданскому праву. Мы заслужили справедливости. Однако наша попытка как-то возместить справедливость всегда натыкается в другую проблему. Это реакционные силы нашего общества, нашего британского общества, которые почему-то не любят феминисток, и это постоянно вырывается в какие-то очень сложные конфликты. Например, 21 сентября на нескольких феминисток по дороге на ваш мир и напали какие-то молодцы в камуфляже. В том числе среди них была Анна Морозова, которая сегодня выступит здесь. Мужчины распылили в лицо перцовый баллончик, и одна девочка даже попала с ожогами в больницу. Феминистки свои идеи постоянно подвергаются подобному обнетению. Чего стоит только история с Эмом Боссом, которой угоражали какие-то непонятные анонимусы в сети, что выложит ее интимные фотографии в сеть, если она не прекратит поддерживать компанию «Хи Фо Ши», которая стартовала недавно при поддержке ООН. Но наше молчание не защитит нас. Замалчивая в случае изнасилований, домашнего насилия, дискриминации, мы только усугубляем наше угнетение. И только борьбой мы добьемся того, что мы заслуживали всегда — равных прав. Дорогие подруги, друзья, с этих слов мы начинаем нашу презентацию объединения «ОНА». Пошла Буря Смитрия. Не вымешаю, я уже просто рассказывала непосредственно о нашем объединении. РФО «ОНА» расшифровывается, как российское феминистское объединение остановит несправедливость, неравенство, насилие и агрессию. То есть, ну вот, вот, спартанская презентация в этих, там же стихо-лабах, вся суть. Можно, пожалуйста, закончить его? Сейчас мы расскажем чуть подробнее. Начнем. Тут Севко уже говорила про проблемы феминистского общества. Я так вкратце остановлюсь на каких-то основных, из которых очень родилась идея нашего объединения. К сожалению, современное феминистское сообщество в России характеризуется рядом таких проблем, как высокий порог охранения. То есть, по сути, мы имеем ситуацию, где достаточно элитарное общество объединено, идеи и многие ценности феминизма преподносятся сложным языком. То есть, они ориентированы на аудиторию, которая либо уже получена от феминизма, либо владеет каким-то там специальным образованием. То есть, феминизм, по сути, несмотря на то, что, в общем-то, какая-то уменьшенная, ограниченная и так масса женщин, ну, большинство местных, имеет доступ очень мало людей. У нас, к сожалению... Извините, на технический момент... У нас, к сожалению, очень мало практических действий именно на территории России. Мы очень много говорим, собираемся в группах, мы проводим теоретически какие-то дискуссии, мы собираемся по любым текстам в интернете. Мы практически не видны на улице. То есть, мы... Ну, не знаю, вот был данный замечательный фестиваль Вене, в том числе, здесь есть люди, которые наступали. Очень много уважительных отзывов, очень круто, что все это организовано. Тем не менее, большие сложности с тем, чтобы проводить такое в России. То есть, там, ну, был там мальчик, который пришел туда совершенно вне феминистского сообщества, и в какой-то момент задался вопросом. Вот вы все говорите про проблемы женщин в России, про наносение женщин в Чечне, про социально незащищенные свои, не знаю, одиноких матерей, какие-то там, ну, национальные проблемы. Вместе с тем, приезжайте в Вену, в Вене все хорошо. Ну, то есть, почему это происходит в Вене, почему это не происходит где-то в Москве, где много разных проблем. Плюс у нас есть, да, разрозненность в низких групп, у нас очень много различных объединений, которые постоянно объединяются, а потом разъединяются, потом ссорятся, а у нас нет какой-то единой цельной структуры. То есть, да, конечно, это часто из-за того, что мы понимаем, как мы живем, мы понимаем, что в последнее время у нас серьезное ухудшение с правами свободного человека, у нас очень сильно насаждается в территориационно-патриархатной ценности, очень жесткая религиозность. Понятно, что феминизм, в общем-то, не вписывается в современный политический и классный дискурс России. Тем не менее, в какой-то мере мы сами не даваты то, что происходит. То есть, у нас нет какого-то объединения, мы не можем предоставить какую-то единую силу. То есть, у нас у всех свои какие-то убеждения, мы не готовы идти на компромисс, мы не готовы быть какой-то одной единой силой, которая, в общем-то, может что-то противноставить этому обществу, может дать какую-то какую-то важную общественно-политическую силу силы. Поэтому наш девиз, наш слоган, это не за меня всех. Мы хотим объединить как можно больше людей. Мы хотим избежать тех проблем сегментов низкого общества в России, которые, потому что я сейчас озвучиваю, можно это добавлять, потому что те, кто уже знаком с этим, и они уже участвуют, в общем-то, знают, какие тут есть. Да, мы хотим предоставить такую площадку, где основные ключевые моменты с пониманием безопасности и поддержкой друг друга особенно были бы важны. То есть, те принципы объединения, они, в общем-то, все логично вытекают из этого, а мы стараемся поменьше отрицать чужое, побольше отрицать свое. Ну, то есть, это и более консерктивный подход, тем более, что мы понимаем, что вот ключевая идея наше санкциональности, где мы не просто озабочены идеями отношения женщин, у кого-то может быть, не знаю, кто-то получил еще и идеями анатархизма, у кого-то разные социальные группы, разные географические особенности, разные какие-то проблемы. Это все в идеале она меняется вместе. То есть, мы не хотим исключать кого-то, потому что он разный. Ну, то есть, в современной ситуации она, в общем-то, очень все разрознено и не хватает ну, очень просто концентрироваться на различиях. Это всегда просто. Ну, то есть, можно использовать картинку найти 10 отличий. Разность за различием всегда бросается в глаза. Гораздо сложнее найти, что-то общее и на этом что-то делать. Мы хотим ориентироваться на горизонтальной связи, то есть мы говорим не в территориальной иерархии, а подавлению. В общем-то, большой акцент на сестринство и на то, чтобы люди, приходящие изменения, они чувствовали себя ненужными, исключенными и каждый может что-то добавить. Мы видим то, что каждый человек, какая-то «Снежинка», у него всегда есть что-то, что сказать у нее. Ну и, естественно, мы не приятны и против любых форм ненависти, дискриминации, авторитаризма. Это то, что у нас в нашем изменении не может быть никакой войны, кроме гендерной. То есть мы готовы принимать свою список участниц, в общем-то, любую, которая считает себя феминистой, не обязательно это должно быть прекрасно, мы понимаем, насколько тяжело сейчас в России, вы видите, это страдает феминистой, любую, кто сочувствует к ненавистиям, любая, кто вообще говорит о сочувствует проблемам женщин в России. способ организации нашей работы это проектная работа. Подробно про проект будет рассказывать она, а я сейчас просто вкратце несколько остановлюсь. Здесь просто причислены какие-то наши самые основные привычные и те, которые уже стартуют в ближайшее время запустятся. Наша площадка, то есть я здесь немножко вернусь, то есть например проект уличное искусство, подробнее не знаю, может сейчас рассказать с точки или попозже, давай попозже, хорошо, в какой-то мере мы считаем, что если чего-то нет на улицах, если это не видно на улицах, то это как бы не существует. То есть феминизм сейчас не видно на улицах. Вот наш проект «Здрасте» это может куда, но мы это прежде всего жили люди, мы улицы, но еще помимо всего прочего, мы и интернет-прощадка она .ру Мы любые это не только Москва, у нас сейчас работа в Санкт-Петербурге в идеале мы возникаем там, где происходит любые дискриминации, агрессии, то есть это в Новосибирске что-то случилось мы рады интересовать каких-то активистов, которые могут объединиться создать что-то со своими проектами. Машнируем в первом случае с нападением изменения в Питере в апреле, в Питере уже починю и так далее если остановиться на одной из наших самых целей это добиться принятия федерального закон о домашнем насилии здесь можно почитать статистику в общем на самом деле большое спасибо Аверте за статистику потому что в прошлом году в ноябре была акция спорта Сирия в ноябре в том числе организовывали раздачу преступления к сожалению если мы посмотрим 40% всех тяжких преступлений совершается в семье 90% вообще не доходит суда либо в итоге разрешается по факту женщине в общем-то не убежать у нас исходя из статистики преступления в семье требуется если мы один жертвы есть тысяч человек в реальности в России один миллион это какая-то волонтерская работа у нас сейчас идет по созданию глобальная цель добираться принятия федерального экономического насилия но есть вещи которые мы можем сделать сейчас здесь раздача не сто на улице организация для принятия заход требует много ресурсов тем не менее сейчас очень много террористов которые готовы отправиться тем женщинам и организовывать их предоставлять какую-то информацию связываться с ними часто многие проблемы совершаются из-за того что они чувствуют себя защищенными невидимыми и про их проблем никто не знает сам проект ну сама схема в общем-то тоже достаточно простая любая активистка в нашей результате в которой появляется какая-то идея приходит со своей идеей начинает поиск единомышленниц активисток либо уже внутри оценения либо привлечения ноут главное в данном моменте является разделение идей именно ценностей именно этого проекта после того как мы уже нашли единомышленниц начинается оценка ресурсов реализации хотим рисовать социальные граффити сколько нам нужно краски сколько нам нужно времени сколько нам требуется денег ну и собственно начинается практическая реализация вот здесь важный момент что никакой четкой протекальной иерархии здесь достаточно свободно люди приходят всеми всеми теми я думаю что мы не примемся как можно меньше писать чужое можно больше ожидать свое вот ну вкратце основные направления нашей нашего объединения и она подробнее расскажет про наш проект мы 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 уже сейчас у нас очень много идей для работы для организации различных проектов и условно проекты делятся на разные группы это медиапроекты инфопроекты креатив проекты проекты против насилия проекты направленные на интерсекциональность если говорить о медиапроектах в первую очередь это сайт она.org.ru в перспективе мы хотим чтобы этот сайт стал глобальной площадкой российского феминизма также мы хотели бы создать феминистское СМИ новостной проект в котором будет больше свежих новостей позитивной информации и не будет погони за скандалами сенсациями и вообще не будет ничего что можно так или иначе внести к жилой прессе также в планах в ближайших планах создание видеоканала то есть это съемки репортажи и передачи шоу на тему феминизма вот здесь я хотела передать слово Ане которая может рассказать об этом здравствуй что в свое время я организовала команду девушек с которыми феминистские короткометражки меня спросили какова твоя цель ты собралась на шекласснице студентом разве можешь это влиять на что-то серьезное ему ответ был короткий моя задача присутствовать в информационном пространстве России потому что сейчас у нас очень много в информационном пространстве влияние патриархальной модели очень мало женской репрезентации и сегодня здесь собралось много людей которые настроены на реальные действия и я верю что совместно работая мы сможем достичь того дня когда нас не просто будут слышать но когда нас поймут и когда мы будем большими и значимыми наступление этого дня зависит от каждого из нас вы знаете я предлагаю нам всем быть честными прежде всего с собой и быть последовательными на данный момент у нас есть огромный класс мужского искусства огромный и насыщенный спектр мужских персонажей представлены все типы характера много типов нежности но такого мы не можем сказать о женщинах лично я сравниваю эту ситуацию с тем что вы стоите и держите в руках полгу наполненную концентрированной кислотой вы хотите решить эту проблему если вы хотите переметь существующий градус патриархата в информационном пространстве не нужно бояться быть избыточным лейте больше щелочек снимайте кино пишите книги о женщинах потому что на данный момент у нас острый недостаток репрезентации женский характер а это приводит к возникновению мизикини даже среди самих девушек я могу привести пример тому как недостаточная представленность девушек и женщин всех возрастов и различных социальных положений приводит к совершенно печальным последствиям сейчас в поп-культуре масс-медиа практически все девушки представлены картонными персонажами недостаточно прописанными с однообразными стремлениями и они сливаются в одно и то какое-то твое практически все они объективизированы а те которые пытаются чего-то достичь в основном задействованы в драматических фильмах и их ждет плохой финал и девушка такая которыми были практически все мы многие в пространстве России к сожалению немногие немногая молодежь очень много читает и в основном они сталкиваются с тем что девушка не может найти для себя тот женский образ с которым она могла бы подражать сильный женский образ с которым она могла себя сравнивать даже в школьной литературе мы можем найти девушку с которой могли бы себя ассоциировать это в основном различные тургеневские барышни или дети из дворянских семей разве может современная девушка ассоциировать себя с Наташей Ростовой да и самый образ достаточно спорен таким образом она начинает читать себя белой вороной она не может найти себе образец для подражания и считает что это она отличная других девушек а не нет хорошего женского образа и она отгораживается от своих сверхностей она считает их одинаковыми и отвернувшись отгородившись взращивает в себе ненависть не соединяем таким образом мы видим что именно в достатке женской репрезентации и заключается одна из причин не соединит даже в женщине но я хотела бы спросить вас я говорила о том что нам необходима репрезентация естественно этот образ не должен быть объективизированным это должна быть настоящая женщина но где мы проведем границу между настоящей женщиной и женщиной которая вынуждена отыгрывает гендерные роли у кого-нибудь есть мысли на это что? дело в том что я встречаюсь с некоторыми манипуляциями и эти люди говорят что некоторые женщины отыграют женскую гендерную роль жертвы совершенно добровольно но я говорю что о том чтобы такая роль жертвы была добровольной не может быть и речи до тех пор мы полностью дегонструируем институт гендерных отношений до тех пор пока любой выбор который будет женщина совершать в своей жизни не будет равноценным пока у нее нет выбора этот выбор отыгрыша гендерных стереотипов не может быть назван добровольно точно так точно так же как вы не можете называть добровольно выбор горох если в меню в столовой есть только горох то что исключение я хотела бы призывать вас всех не использовать зеркала сексизма дело в том что на обсуждении наших роликов очень часто встречалась одна и та же идея сделать зеркало на некоторые события которые довольно ярко отображают сексизм в нашем обществе я считаю что зеркала бесполезны потому что для того чтобы адекватно воспринять идею которую она в себе заключает необходимо чтобы читающий слушающий смотрящий был уже заложен фундамент в понимании того что люди от рождения имеют равные возможности и равную ценность если же девушка этого не знает на момент прочтения или просмотра то это будет выглядеть для нее глупостью а другой феминист а другая феминистка без того знает абсолютность сексизма кроме того отзеркаливание сохраняет ненависть оригинала а ненависть это еще и саморазрушение поэтому я желаю вам всем быть не просто ненавистницами даже не быть ненавистницами а созидательницами чего-то нового и не просто критиковать существующие устаревшие порядок вещей но и быть созидательницами нового спасибо аплодисменты я продолжу медиапроект у нас сегодня заканчивается следующее следующая группа проектов это инфо-проекты например серия статей лозунги проект придумал софико этот проект о том что многие феминистские лозунги которые появляются на уличном пространстве которые появляются на митингах непонятны женщинам которые только только входят в феминизм и они иногда выглядят как некий слэмп некой избранной группы и вот Софико решила сделать серию кратких пояснительных статей к наиболее известным лозунгам ну например ни церкви, ни мужа, ни государства вот значит следующий проект это электронная библиотека фем-литературы книги, статьи зины которые будут размещаться на сайте ana.org.ru проект о том что очень часто не хватает хорошо систематизированной каталогизированной информации по феминизму которая бы находилась по простым не специализированным запросам вот не знаю как как я когда только начинала ознакомиться с идеями феминизма я очень часто с этим сталкивалась на какой-то вопрос ну не специфический порой не содержащих содержащих ключевых знаковых там слов обозначения принятых в феминизме невозможно было что-то найти вот и этот проект призван решить не проблем далее проект анонсов единый источник информирования о намечающихся мероприятиях проект сбора и рассылки информации не только о намечающихся событиях в нашем объединении но и вообще в феминистском пространстве в России чтобы не приходилось опять же выискивать информацию о предстоящих акциях выставках презентациях по крупинцам или по отдельным пабликам чтобы допустим женщина подписавшаяся на наш сайт получала в рассылке и по рассылке от сайта сразу список мероприятий в том числе допустим мероприятий которые будут проходить в городе где она живет значит еще есть идея популяризаторского паблика в соцсетях и идея проекта письма сестре о которой я расскажу позже в конце это проект о феминизме без доступной для детей следующая группа проектов это креатив проекты значит инициатором в нашей группе является Жанна это феминистские кинопоказы которые стартуют уже в этом месяце а также захватывающих пространств с помощью фэм граффити я думаю что но этот проект как насчет граффити как уже было сказано насчет нашего объединения что проект не ведет кто-то одна а к этой женщине подключаются другие к этому проекту подключилась Аня и она может дополнить про граффити и про опыт участия в уличных акциях как уже сказала Луна мне доводилось как нервить группу девушек занимавшихся захватом уличного пространства при помощи граффити и проблемы с которыми мы столкнулись были довольно специфическими почему мы выбрали именно граффити потому что если выбрать правильное место то ваш посыл увидит большое количество людей которые идут в этом месте на работу и за днем в день таким образом определенная фраза может даже намокаться на подкор эта мысль пришла ко мне в тот момент когда я поняла что некоторые надписи которые встречаю по пути из дома в школу уже давно стерты которые были давно лет назад я могу до сих пор воспроизвести и даже с точки зрения они были написаны к сожалению основной проблемой с которой мы столкнулись было до безобразия странная избирательность в замазывании надписей на стенах к примеру в пятницу вечером девушки вышли и покрыли ключевые места в районе соответствующими надписями ну к примеру я могу провести такие фразы как свобода радостное сестренство все люди сестры и так далее в понедельник в понедельник к 3-м часам дня этих надписей не будут причем доходит абсурд с феминистическим содержанием а за углом который также видит с улицы будет находиться нечто нецензурное сопоставимое с размером с надписью которую нанесли феминисты примерно через 100 дня а это средний срок за который надписи замазывали останется только нецензурная надпись которая видна точно так же я не знаю кто замазывает надписи и как им удается узнавать о них так быстро потому что мы делали это в разных районах Москвы и сроки конечно же варьировались но в среднем если мы наносили надписи в пятницу к вечеру пандемика это был белый квадрат таким образом мы выработали новую стратегию нанесение надписи флуоресцентными красками которые стоят несколько дороже обычно но при этом не видны днем в условиях России это выгодно также тем что они начинают проявляться в то время когда люди примерно возвращаются с работы во второй половине года когда тень начинает уже к 5-6 часам вечера это примерно совпадает с потоком людей от метро такие надписи не видны днем и соответственно возможно их заметят меньше людей которые заинтересованы в их уничтожении и при этом они ярко светятся привлекают в себе внимание именно в тот момент когда потенциальная аудитория проходит мимо вашей надписи на данный момент также рассматривается возможность нанесения граффити на высоте для этого требуется низкое оборудование чтобы где-то зацепить его на крыше и под крышей нанести эту надпись такую надпись можно стереть но для этого потребуется куда больше времени спасибо также в более далекой перспективе это создание феминистских мультфильмов и короткометражек вот значит социопроекты как уже говорила Жанна очень важным направлением нашей деятельности является социальная деятельность практическая деятельность на данный момент создание шелтера например потребует ну достаточно много ресурсов и вряд ли это может может быть организовано в ближайшие сроки но можно начать также с захвата виртуального пространства например создать социальную сеть для женщин социальная сеть которая будет основана на феминистских принципах сестрства, солидарности, взаимодушке и поддержке дело в том что одной из основных проблем женщины допустим подвергающейся домашнему насилию находящейся в инвизивных отношениях является резкое сожжение круга общения этой женщины и контроль за этим кругом общения абьюзера и тогда женщине очень сложно вырваться мало того что нет каких-то официальных мест может быть может не быть в зоне доступности типа шелтеров для женщин а также нет элементарно какой-нибудь знакомой подруги которой можно было просто убежать и пережить какое-то время и первое время возможно даже нет мысли убежать потому что ты думаешь что вся вина в этих отношениях лежит на тебе и некому разбудить себя в том что это не только твоя личная проблема некому сказать тебе что это системная проблема что это абьюзивные отношения из них надо уходить вот значит следующий это создание волонтерской сети для работы для помощи наиболее социально уязвимым женщинам женщинам пенсионного возраста женщин с инвалидностью и многодетным матерям которые очень часто выполняют слишком много невидимой работы и нуждаются в помощи и нет никаких социальных институтов допустим для помощи женщин с инвалидностью например женщинам с невидимой инвалидностью Невозможно обратиться куда-либо, чтобы, допустим, выделить социального работника, который элементарно сходит с продуктами. Порой невозможно из-за разных причин, из-за разных проблем со здоровьем выйти за продуктами в течение недели, например. Следующий проект – это проект из личного опыта. Это колонка о повседневных ситуациях с их анализом. Это взгляд на жизнь женщин в спектре аутизма. Это мой личный проект, и вот о нем сейчас я расскажу подробнее. Что это? Это, собственно, анализ системных проблем на основе конкретной ситуации, на основе прецедента. Дело в том, что у меня в жизни сложилась очень интересная ситуация. С детства я понимала, что я отличаюсь от своих сверстников, от своих сверстниц. Мне очень трудно даются социальные ситуации. Мне почему-то не весело на детском утреннике, так же, как и остальным детям. Я потом лежу 12 часов неподвижно, оглушенная шумом, который производит этот утренник. От меня мои родственники, родители в течение 16 лет скрывали мой диагноз. И теперь я хочу просто вернуть себе право голоса. И я буду рада, если к моему проекту присоединятся другие женщины, в том числе женщины с, в первую очередь, женщины с когнитивной инвалидностью, с невидимой инвалидностью. Потому что я не диагноз, я не автобиографический зоопарк, я это, в первую очередь, то, что я делаю. Меня зовут Луна, я женщина, феминистка, аутистка, лесбиянка, и мой опыт является частью человеческого опыта. И я устала быть в лучшем случае объектом благотворительности разных организаций и находиться на заборках социального дисперса. Основной проблемой является невидимость этой идентичности. Если людям, окружающим меня, достаточно трудно отрицать то, что я женщина, с каждым моим заявлением по поводу феминизма, о моем окружении становится все труднее отрицать то, что я феминистка. Им уже практически невозможно отрицать то, что я лесбиянка, потому что я вылезла из шкафа, но моя идентичность как аутистки постоянно подвергается нападкам. Здесь приведены вещи, которые я слышу практически каждый день. Это топ-5 цитат за последние два месяца. Я нисколько не преувеличиваю. Я слышу подобные вещи к этой. Первая проблема, которую бы я хотела озвучить в своей колонке, это проблема, имеющая для меня первостепенное значение. Проблема включения женщин с инвалидностью в активистское движение. Проблема о том, какие условия нужно создавать, какие адаптации можно делать, чтобы женщины с инвалидностью обретали голос. Дело в том, что у меня есть очень много знакомых с разными видами инвалидности. Первое время, когда я им предлагаю феминистские статьи, они с удовольствием читают. И все это продолжается ровно до тех пор, пока я не приглашаю куда-нибудь ступить и не говорю о нас, не ответить. Все это будет списываться на три самых главных обвинения, которые я получала в своей жизни, организуя какие-либо социальные инициативы. Неважно, где я там в школе, в кружках, в которых я занималась. Это обвинение в лении, обвинение в социальной безответственности и обвинение в капризах и в том, что я требую чего-то, что невозможно выполнить. Элементарно, когда я требую каких-нибудь адаптаций в своем учебном заведении, например, принятие экзамена в отдельной комнате, потому что я не могу выносить шум, который производит еще 10 человек, которые сдают экзамен. Мне говорят, ищите бумажку. У вас нет бумажки, но никто. Когда я прихожу и говорю, оформите мне инвалидность, я подхожу по всем диагностическим критериям. Мне говорят, хорошо, но раз этот диагноз не ставится людям после 18 лет, хотите же с применением? Тот на диагнозы. Хотите? А гастрит может быть? А почему вы мне не предлагаете, не знаю, какое-нибудь винилическое заболевание вместо этого? Ну что, он решает. Вот. И на самом деле все это настолько наболело, и я столько раз была обвинена в том, что это только мои личные проблемы. Вот. Что я пришла к мысли, что что-то здесь не так. Что, по-моему, это не только моя личная проблема, и нужно это как-то решать. И что это, собственно, это решаемо. Нужно только дать взгляд на ситуацию с моей стороны. Мне больше не соглашаться с якобы нейтральными медицинскими терминами, в которых обо мне пытаются говорить. Например, вот я хотела бы просто отдельно разобрать буквально на полминуты феерическую цитату, которую я услышала от своей учительницы английского языка. Ей вообще ничего не стоило сказать. Это мне в лицо, сидя напротив меня. Это так. Это первая партия. Можете ознакомиться. И это после того, как я представила доклад о людях с аутизмом. И если эта ситуация будет продолжаться и дальше, это не где-нибудь, а в учебном заведении, то я считаю, что это будет все более и более будет перекрываться кислород для людей с инвалидностью, для женщин с инвалидностью в первую очередь. Вот. Поэтому я бы очень хотела, если к моей колонке будут присоединяться и другие женщины. Следующий проект, проект «Письма сестре» — это попытка ответить на неудобный вопрос девочек, девочек младшего школьного возраста, в том числе, о феминизме в доступной форме. Вот. Основная проблема заключается в том, что большинство феминистских текстов направлено на взрослую аудиторию. Чаще всего эта аудитория должна иметь определенный уровень образования для восприятия текста. Дети оказываются исключенными из целевой аудитории, и в то время как патриархатные стереотипы насаждаются с самого детства, из серии «Ты же девочка», это должна делать так, потому что ты девочка. Никаких ответов на вопросы в области феминизма для детей нет, и взрослые тоже сталкиваются с проблемой доступного объяснения детям. Этот проект родился из очень личной ситуации. Дело в том, что у меня есть сестра, ей скоро будет 10 лет, и у нее уже достаточно много вопросов покопилось ко мне, на которые я в первое время не могла ответить, а сейчас я не имею возможности отвечать, потому что моя семья считает меня маргинальным членом общества, с которым моя сестра не должна общаться. Буквально мне запретили любое общение с ней, любой доступ, и у нее отбирают письма, которые я ей пишу на домашний адрес. Отбирают у ребенка, отрывают, ну, в последний раз, когда мне удалось с ней поговорить, у нее выбили друг к другу. Раздался треск, мат, что я должна думать, что ее там побили, и ничего об этом не знали. И, в общем, в условиях невозможности сделать что-нибудь, я решила делать хоть что-то, и я подумала, что, возможно, эти письма найдет не только она, когда подрастет, но, возможно, это будет полезно и другим девочкам, потому что, если бы, например, я знала о феминизме, о существовании такого дела в 8 лет, а не в 18, я очень многих ошибок могла бы избежать в своей жизни. Не было бы попыток суицида, не было бы попыток стереть себя от своей идентичности, не было бы попыток вылечиться от своей ненормальности с помощью религии, и не было бы трех лет потраченных на церковь, чтобы получить в конце такую весомую благодарность, как, ну, мы тут вычислили, что ты лесбиянка, убирайся от себя, какие факты надо психушкой лечить. Я также буду очень рада, если к этому проекту подключатся люди, работающие с детьми непосредственно, потому что у меня, кроме моего личного опыта, да, то есть я очень много занималась с сестрой, вот, у меня нет специального образования, я буду рада в этом проекте также детским психологам, которые помогут мне с текстами, помогут мне и контактировать. Спасибо за внимание. В общем, мы тут наше объединение рассказали, мы хотели бы сейчас еще пригласить Инга Эллу, она расскажет про свой проект Кухня, это не часть объединения, она не будет им, вот, ну, мы в некоторой степени относимся критически, несмотря на то, что поддерживаем любовь и низкое начинание, ну, я думаю, что, ну, практически потому, что это не инклюзивный проект, не замечательный, а женщин, вот, тем не менее, я думаю, что лучше, когда сама подробно расскажет, вот, вы, зададите вопросы, послушайте. Здравствуйте. У меня нет особо никаких материалов, потому что у меня, конечно, очень мало времени, и я постараюсь рассказать все кратко, и на самом деле, как бы, в принципе, рассказать все кратко, это очень быстро, и моя главная цель тут прорекламировать, проанонсировать открытые мероприятия, которые будут в рамках нашего проекта, это будут открытые реакции, в том числе по гендерной теории, и в том числе по феминистскому искусству в других странах, в частности, например, в Украине, и также будет лекция Карины Карановой про видео-арт с феминистской перспективы, вот, и, ну, в общем, моя основная задача всех пригласить на эти мероприятия, они начнутся, ну, вот первая лекция, не знаю, будет ли она настолько интересна, потому что она будет просто посвящена на современном искусстве, там даже не будет никакой особенно феминистской составляющей, вот, но, конечно, с радостью, мы всех тоже пригласим, мы будем читать Ирина Курлик, она будет просто такая общая образовательная лекция про современное искусство, ну, потому что Ирина Курлик не феминистка, и, как бы, мы не могли заставить ее, ну, вот, да, но мы не пытались, естественно, вот, но в целом проект, в целом проект, он не мой, он общий, вот, его делают три, ну, две художницы, я и Марина Винник, и еще одна активистка Женя Абрамова, она социолог, вот, она, мы очень благодарны, она с долгим сердцем согласилась быть менеджером проекта, если бы не она, мы бы уже закопались во всех бумажках, я не знаю, в щитах, сметах, как бы, и всем-то в кошмаре, с которым сталкивается любой человек, который организовывает любой, более-менее, большой проект, вот, то есть нас трое, как бы, мы команда из трех женщин, вот, ну, идея проекта, как бы, проста, мы сами художницы, и мы работаем в поле современного искусства, и в поле современного искусства феминистские гендерные темы не приветствуются, хотя есть какое-то мнение, ну, то есть я слышу часто мнение, что, о, там, феминистская такая модная тема, или, там, о, там, квир, вы делаете что-то про квир, это так модно, но на самом деле реальных, как бы, художниц, которых, вот, которых вот возьми, вот так вот спроси, ты художница, да, ты феминистка, да, ты делаешь свои работы, исходя из своей феминистской позиции, да, ну, их будет на всю Россию, как бы, если так, ну, больше 20, я думаю, да, но, как бы, не 100 человек, то есть их, как бы, таких художниц довольно мало, и, в принципе, художественных событий, которые бы происходили именно с феминистской перспективы, их довольно мало, то есть, слава богу, если есть одно в год, вот, в том году был феминистский карандаш, там, до этого был феминистский карандаш и большая выставка по феминистскому искусству в Манеже, вот, в этом году я, как бы, пока не, ну, я пока не знаю никаких, как бы, событий, которые, ну, намечаются в этом году, вот, и, на самом деле, одно событие в год это очень мало, и, на самом деле, нет никаких феминистских резиденций, нет никаких, ну, почти, да, если мы не берем двух человек на всю Россию, там, на Дюклунгьян и Викола Маска, то нет никаких кураторов, которые бы специализировались на этой теме, тогда, как в любой гипрофейской стране есть такие кураторы, есть такие галереи, и просто это присутствует в поле современного искусства, в нашем поле это присутствует даже мало, поэтому мы решили, что просто мы хотим сделать проект для таких же художниц, как мы, то есть для тех, кто работает в художественном поле, вот, ну, я не знаю, насколько это инклюзивный или эксклюзивный проект судить не нам, но мы, как бы, очень постарались дать возможность женщинам-художницам с детьми участвовать, и мы делаем, ну, мы продавили фонд на то, чтобы нам дали денег на няню, и мы делаем игровую комнату в рамках проекта, насколько я знаю, пока что это никто не делал вообще, вот, то есть можно будет приходить с детьми, можно будет оставлять детей с няней, вот, проект длится пока два месяца, это пилотный, по сути, проект, он короткий, и мы хотели, чтобы там была закрытая часть, как бы, для нас самих, то есть там будут форкшопы, которые сами художницы делают для художниц, по принципу, ну, горизонтальности и равности, да, то есть если художница что-то умеет делать хорошо, научит остальных, как это делать, и там будет вот эта открытая часть, которую мы видим, как, ну, такую широкую, просветительскую часть, куда можно будет прийти все, где будет, ну, вот, разный, там, ну, пока, пока что, да, да, я могу анонсировать пять, то есть лекция Ирины Куликнула в современном искусстве, лекция Наташи Малышевой по гендерной теории, лекция Карины Каравой про феминистский видеоарт, лекция, это будут активистки из Киева, привет, из Украины, про современное феминистское искусство, ну, и вообще женскую ситуацию сейчас, как бы, в Украине после Майдана, так, что я забыла, четыре, какая-то пятая, что-то я забыла, но это в любом случае еще, то есть, как бы, до самой первой лекции еще две недели, все следующие лекции будут еще в ближайшем, как бы, там, через месяц и дольше, вот, и мы всех с радостью еще раз пригласим, и на фейсбуке, и вот объединение «АНАМ» тоже весьма, как это сказать, с благодарностью, как бы, разместим проекты, анонсы своих мероприятий на сайте «АНАМ». Вот, и будем рады всех там вас видеть, и, так что, да, приходите, задавайте вопросы. Ну, то есть, задавайте вопросы сейчас, приходите к нам потом. В общем-то, у нас все. Друзья, мы уже заканчиваем. Последнее, чего хотелось бы рассказать, о том, как нам можно присоединиться. Сейчас вы можете подойти к любой из наших участниц, поговорить об этом. Также вы можете найти на социальных сетях. Вот, пожалуйста, наши визитки, здесь написаны все наши контакты. Пожалуйста, подходите, берите, там все написано, как нас найти. Сейчас, в небольшой части, если у вас есть какие-то вопросы, пожалуйста, задавайте. Да, пожалуйста, кому вопрос? Вам всем. Во-первых, у меня два вопроса. А сколько у вас человек, в сервисе с ГРН, Жанна, живешь? Ну, изначально, вообще, у нас символическая дата организации, это март вот этого года, это пять человек из-за угли. А сейчас это немножко поменялось, разрослось. То есть, у нас вверху, ну, вот Москва, да, все, кто сейчас в Москве, мы все присутствуем, только одна из основательниц нет. Только вверху из-за границы, поэтому сегодня несколько годов. здесь участие, вот. Спасибо. А, другой проект, там, в связи с военными украинсками, вот, поэтому, ну, она сейчас время не может активно очистить здесь. Вот. А, тем не менее, ну, как появились у нас новые люди, то есть, одна девочка еще уехала, вот, с первого. За поскольку они делают? В Москве сейчас те, кто, вот, активно занимается, это вот мы все, а там пять. А, да. Ну, то есть, еще, почему до десяти? Ну, на самом деле, там, у нас в Ситере, в Клярдов-Фисках, одна из организаторов, вот, ну, и у нее, там, в общем-то, более-менее, свой. Спасибо. Спасибо.